А вы помните тот бум автошахмат в 2019 году? Тогда простейшая на первый взгляд кастомка из Zota 2 не просто заинтересовала огромное количество игроков, став популярнее основного режима игры, а породила новый жанр в игровой индустрии. Правда, насколько быстро и неожиданно он появился, настолько же быстро и неожиданно он пропал из инфополя, заняв свою нишу. Сегодня же мы расскажем вам о пяти играх в жанре автошахмат, которые заслуживают вашего внимания в 2022 году. Если вам нравятся наши ролики, то вы можете поддержать проект на Patreon, Boosty или прямо здесь на YouTube. Также не забывайте про лайки, колокольчик и комментарии. Вы на канале XDelayed. Мы начинаем. Но прежде чем мы продолжим рассказывать вам об интересном, давайте отвлечемся на небольшую саморекламу. У нашей команды есть страничка в Instagram, где мы не только публикуем бэкстейджи и фотоотчеты с выставок, но и делимся с вами свежими новостями, публикуем анонсы видео и постим мемы. Все же любят мемы, верно? Поэтому если у вас уже есть профиль в Instagram, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить ничего интересного. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо за внимание, мы продолжаем. Всем приятного просмотра. Как вы знаете, права на серию Might & Magic принадлежат Ubisoft, которые всячески пытаются переделать серию под свой вкус, что часто не нравится фанатам. Так произошло и в нашем случае. Компания предприняла очень смелый ход. Смешать новейший жанр автошахмат все еще популярным жанрам королевских битв. И, конечно же, выпустить проект на мобильный рынок, выпустив примитивный порт на ПК. Так, в начале 20-го года появилась Might & Magic Chess Royale. Представьте классический геймплей автошахмат, на который начнули механики королевской битвы. В игровом лобби находится 100 человек, но сражения все так же идут один на один. У каждого игрока есть три жизни, три отдельных героя в вашем походе, которых вы выбираете перед игрой и которые усиливают ваших существ на поле. Когда вы проигрываете, герой гибнет, и на его место приходит следующий. После третьего поражения вы выбываете из игры, то есть в самом худшем случае ваша партия составит около трех минут. А если же вы намереваетесь взять топ-1, то вам хватит 15 минут. Из нововведения для жанра также стоит отметить книгу заклинаний, которая пришла в игру из знаменитых стратегий. По своей сути это временные бафы, которые вы можете покупать вместо персонажей, а доступ к этим бафам появляется по мере выбывания игроков. Во всем остальном, Might & Magic Chess Royal это стандартные мобильные автошахматы. Вы спросите, почему мобильные? Дело в том, что визуальная игра практически неотличима от множества таких же мобильных автошахмат, коих огромное количество в Play Market и App Store. Боевые пропуски, сундуки с героями, прокачка этих самых героев через валюту, стандартные для фэнтезийной вселенной альянсы, все это можно увидеть в куче подобных проектов. Единственное же, что отсылает игроков вселенной Might & Magic, это портреты героев и имена ваших бойцов. Визуальная игра близка к последним играм в серии, из-за чего фанаты старых героев Меча и Магии не найдут ничего знакомого. Игра полностью провалилась на старте, так как не смогла найти свою аудиторию, из-за чего геймплейных обновлений у проекта практически нет. Однако, если вы хотите посмотреть на то, как играются классические автошахматы в нестандартной геймплейной обертке, вы можете попробовать Chess Royal. Только делайте это на телефоне. Несмотря на то, что игра вышла в EGS и лаунчере Ubisoft на ПК, её интерфейс явно предназначался для маленьких кранов. Одними из первых, кто решили запрыгнуть на волну хайпа по автошахматам, стали Valve. Оно и неудивительно, ведь этот бум зародился в их игре, а шанс подзаработать они обычно не упускают. И вот летом 2019 года выходит самостоятельная Dota Underlords на ПК. Поначалу игра мало чем отличалась от первоисточника. Правила игры были практически точно воссозданы из кастомки. Знакомые персонажи и предметы из Dota 2, полная русская локализация, улучшенный интерфейс, всё это было в Underlords. Фанаты толпами ринулись в новую игру Valve, из-за чего пиковая онлайн на старте достиг 200 тысяч игроков одновременно. Новинки не заставили себя долго ждать, и спустя всего пару месяцев в игре появилась новая основная механика — система лордов. После определенного момента в игре, когда вы уже определились с вектором развития вашей армии, вам предложат выбрать одного из лордов, которые участвуют в сражении с вашими бойцами. Добавляет разнообразие тот факт, что лорды имеют сменный набор умений, благодаря чему они по-разному влияют на игру. Всего таких лордов в игре 4. Честно говоря, лорды не смогли вернуть игроков. Скорее, наоборот. Они их отпугнули, и уже через полгода в игре осталось лишь десятка тысяч игроков. Большой шквал критики пришелся именно на баланс лордов и альянсов. Valve всячески пытались довести до ума свой проект, но не помогли ни балансные патчи, ни измененный интерфейс, ни выход на мобильных устройствах, ни добавление ПВЕ-режима, ни ввод косметики в боевом пропуске, и ни стандартная система достижений. И вот недавно Valve выпустили обновление, в котором продлили первый сезон до... 2031 года, что явно не является позитивным звоночком. Несмотря на это, Underlords все еще является добротной игрой с разнообразным контентом. Если вы никогда не играли в автошахматы, но при этом играли когда-то в Dota 2, или, что очень странно, артефакт, то Underlords может вас заинтересовать. Она доступна как на ПК, так и на мобильных устройствах. Все на ваш вкус и цвет. Если два предыдущих проекта сейчас можно назвать пережитком прошлого бума, а поиграть в них можно явно ради ознакопления, то оставшиеся три можно считать полноценными, и, что самое главное, живыми играми, для которых выходят регулярные обновления и ивенты. Китайская Drodo Studio, автор той самой оригинальной Dota Auto Chess весной 2019 года выпустила первые мобильные автошахматы, назвав их просто Auto Chess. Не найдя общих точек соприкосновения с Valve, в частности с системой монетизации, они решили развивать свой проект отдельно Dota 2, оставив ядро геймплея абсолютно таким же. При этом они не стали придумывать велосипед, как было с другими проектами, а практически не вводили серьезное нововведение, развивая имеющиеся стратегии. С точки зрения игрового процесса, Auto Chess сейчас это те самые Dota Auto Chess из 2019 года, с визуальными изменениями и новыми режимами игры. Если вы любите Блиц, и у вас есть друзья для парных сражений, вы не будете скучать. У игры есть активное сообщество, которое живет и по сей день не без помощи разработчиков. Система клубов тут работает, как знакомые мобильным геймерам кланы. Dota Studio всячески поддерживает киберспортивное направление игры, проводя турниры прямо в лаунчере игры. Если для вас это важно, то милости просим покорять местный ладдер. Конечно, Auto Chess может показаться кому-то очень неудобной из-за своего интерфейса, или из-за направленности на мобильный рынок. Но ведь эта игра буквально копирует оригинальную кастомку, в которой не было красивого интерфейса, лора и прочего. Игроки в Auto Chess ценят в первую очередь тот самый игровой опыт быстрых тактических баталий, который был представлен в оригинале. Поэтому, если вы не боитесь мобильного интерфейса и хотите окунуться в мир классических автошахмат, то Auto Chess доступна на мобильных устройствах, в EGS или даже в PS Store. Пожалуй, самыми революционными и при этом популярными автошахматами можно назвать режим полей сражений в Hearthstone. Впервые этот режим был анонсирован на BlizzCon 2019 и вышел уже осенью того же года. И многие считают, что он спас игру от стагнации и привёл в неё как новых, так и старых игроков. Battlegrounds — это не классические автошахматы, от оригинала в них остались лишь общие концепции. Восемь человек в игровом лобби, где каждый по очереди сражается друг с другом посредством своей армии уникальных существ. Всё же остальное на момент выхода игры было революционным для жанра, которому и не было года отроду. Во многом это случилось из-за движка Hearthstone, который не подразумевал никаких шахматных сражений. Каждое новое сражение вы начинаете за одного из нескольких героев на выбор. Он имеет активное или пассивное умение, которое так или иначе взаимодействует с вашими существами или с существами противника. Сама игра также делится на две стадии — покупки и сражения. На этапе покупки вам необходимо набрать отряд. Каждое существо стоит три золота, вне зависимости от его уровня и мощи. Максимальное количество золота — 10, из-за чего экономика на полях сражений работает иначе, нежели классическая экономика автошахмат. Второй этап — это этап сражения, в котором существа атакуют друг друга в случайном порядке по правилам карточного Hearthstone. При этом тут нет стандартных для жанра альянсов, которые сочетаются друг с другом и дают вашей армии бонусы. А вместо них тут взяты из оригинального режима типы существ. Причём условные пираты всячески усиливают именно пиратов. В режим перекочевали механики как из оригинала, яды, божественные щиты, предсмертные хрипы и прочее. Так и абсолютно новые, свинообразые и смежные с ними самоцветы. Благодаря всем этим новинкам, игроки смогли взглянуть на уже устоявшиеся автошахматы с новой стороны. Помогло популярности режима и то, что помимо ПК-геймеров, Hearthstone имел довольно хорошую мобильную аудиторию. По сей день, Battlegrounds является одной из самых успешных и оригинальных версий автошахмат, а разработчики поддерживают режим постоянными косметическими и геймплейными обновлениями. И если вы готовы принять условности карточных игр и окунуться в мир Blizzard, то поля сражений точно подойдут для вас. Возвращаясь к классическим автошахматам, нельзя не упомянуть один из самых популярных проектов в этом жанре на сегодняшний день. Riot Games решили с двух ног ворваться в новую нишу летом 2019 года, всячески общаясь с обществом Лиги Регент в этом вопросе. TFT практически полностью повторяет оригинальную кастомку за исключением некоторых интересных механик. Помимо раундов с нейтральными существами, на которых вы можете получить различную экипировку для своей армии, периодически всех игроков будут отправлять на отдельный остров, где они могут выбрать бесплатного чемпиона с экипировкой. Выбирают сначала игроки, у которых меньше всего здоровья. Таким образом, при поражении вам дают шанс вернуться в игру, но как им распоряжаться зависит только от вашего понимания игры. Немаловажным фактором успеха TFT является то, что игра буквально встроена в лаунчер лиге, из-за чего многие игроки в моба от Riot ненароком могут сыграть пару игр в этот режим томным вечером. К тому же в игре есть несколько режимов, так что вы можете выбрать для себя оптимальный вид геймплея. Teamfight Tactics регулярно получают глобальные сезонные обновления, которые полностью меняют игру, подогревая к себе интерес. В игре меняются не только показатели персонажей, а целые ротации альянсов и их способностей. При всех средствах Riot игра получает достаточное внимание от разработчиков, и это видно во многих аспектах. Игра не кажется дешевой мобилкой, а является серьезным проектом с большими намерениями занять первое место в нише своего жанра. Согласны ли вы с позициями в данном топе? Играете ли вы в какие-то автошахматы? Вдруг мы незаслуженно забыли какую-то игру? Пишите об этом в комментариях, нам будет интересно почитать ваше мнение. Если вам понравилось видео, то вы можете поддержать нашу деятельность на Патреоне, Бусти или прямо здесь на YouTube. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и жать на колокольчики, чтобы получать уведомления о следующих видео. Что ж, спасибо за просмотр, мы ценим ваше внимание. И до следующего раза на канале XDelayed. Субтитры сделал DimaTorzok